Привет, друзья! С вами снова Антон Поспелов со своими монологами о нахлости. Опять из магазина, магазина Fish Business на Смольной 63B в торговом центре Extreme. Сегодня я хотел рассказать о том-аутфите, или луке, как сейчас модно принято выражаться, в вещах, в которых я ездил в Норвегию. На самом деле, обо всем об этом я уже так или иначе рассказывал, но хотел поделиться личным опытом, особенно о ботинках-тракторах, которым я имел некоторое предубеждение, мне казалось, что это тяжело и неудобно. Но вот тут меня ребята убедили. Расскажу почему. Расскажу, чем они хороши. В Норвегию съездили хорошо, и хотя там всего 2,5-3 дня было, половину времени проболел. На самом деле и рыбы там много, и красиво, и ходить ненапряжно, и пулов много. Ну, я говорю конкретно о речке Эйра и о вилле Серамоина, в которой я жил. Вилла забронирована на 3 года вперед уже. Там много желающих, безусловно, кто хочет половить, так же, как и у нас на Кольском. Хорошие и не супер дорогие лагеря раскуплены на годы вперед. Но по сравнению с, например, теми лагерями, вот, Раздовка, Сидоровка, Варзина, мне кажется, что рыбы все-таки поменьше, логистика посложнее, а лететь надо в Осло, из Осло в Молды, из Молды часто ехать на чем-то еще. Вроде бы рядом здесь все, и расстояние такое же, что на Кольский, что вот на эти реки норвежские, на западном побережье, ну, естественно. Но по сравнению с Муроманском 2 часа и там на вертолете, и ты, собственно, утром вылетаешь с утра из Москвы или из Питера, и в середине, ну, вечером уже точно ты либо на реке, либо в лагере, вот, то там это занимает где-то с ночевкой посередине. Поэтому вот это мне не очень понравилось. Хотя, конечно, такой красоты, такого количества пулов, таких гор фантастических вокруг, я выкладываю в Фейсбуке фотографии, посмотрите, почему мне понадобились ботинки. Дело в том, что там часто приходится, не часто, а есть возможность, на каждом пуле лодочка и переправляться. А вот это вот постоянно в позе гинекологической сидеть шипами кверху, мне это все как-то неприятно, я много раз встречался с тем, что мой товарищ, кстати, на лице, по-моему, это было, да, садится вот так же, а поскольку ноги задирать, лодка надувная, то, естественно, он переворачивается с головой на другую сторону, да, вот. Лодка не всегда накачана сильно и так далее, ну, а задевает и ее рвешь. Поэтому вот решение пластин, вот таких вот, как в ботинках трактор, мне показалось, что, ну, попробую. Что я думал, что это будет скользить, эти ботинки будут скользить по камням? Мне же ребята в магазине сказали, что ничего подобного, алюминий мягкий, и в отличие даже от шипов, когда они затупляются и на скользких, на гладких очень камнях, особенно покрытых водорослями, они скользят. Здесь совсем другая история получается, потому что молибденовые шипы, они действительно очень жесткие, а алюминий, он мягкий, он въедается как бы в поры, вот здесь видно, что это уже хоженые как раз мои ботинки, в травке тут, в какой-то грязи, вот, и алюминий, он стачивается чуть ли не как фетр, то есть, в моем представлении, это должно хватать, ну, на два сезона вот этого алюминия, и потом, ну, они продаются отдельно, вы прикручиваете как шипы, вот. Но плюс, как я сказал, вы зашли в виллу или в лагере, в палатку, и вы не пробиваете пол, вы не портите ничего, да, то есть, это очень, вот так вот, в этом смысле удобно, а то, что касается сплавов на Камчатку, например, то вообще решения нет, да, безумно скользкое, скользкие, скользкое дно на Камчатке, а вот это вот решает, да, и еще раз, да, что это совсем, у меня не было ни одного проскальзывания, и, кстати, по траве, по песку, ну, вы понимаете, да, то есть, тут достаточно прихватывает, никакого скольжения, ни вбок, никуда, нет, по глине я поднимался, никаких проблем, по камням, никаких, ни одного соскальзывания у меня не было, вот. Ну, и по тяжести, на самом деле, сам ботинок достаточно легкий, не впитывает вообще воду, то есть, у них нет элементов, которые впитывают воду, из-за этого, в целом, получается достаточно очень комфортно, очень удобно, и, кстати, хочу сказать, что вот со мной были ребята испанцы, французы, они все были в Даннерах, то есть, уже ботинки следующего года, коллаборация Патагонии, сотрудничество Патагонии с компанией Даннер, и они как раз были тоже вот в этих тракторах, так что на будущий год это будет доступно, немножко дорого, но доступно, по крайней мере, купить. И дальше хотел сказать, что и все остальное я решил, ну, посмотрел, погода 17-18 градусов, достаточно тепло, какое у нас сейчас летом, но многие люди, вот там как раз те же испанцы и французы, все были либо в Галегасах, либо в G4, и они парились, умирали просто от жары, один день был под 30 просто, рыба перестала клевать, но, ладно, ну мы просто погибали от жары, а я был достаточно комфортно одет, и скажу почему. Ну, во-первых, я также попробовал Рио Азу, и хочу сказать, ребята, это очень круто, мне настолько они понравились, я был вот фанатом Траун Ливер, но Рио Азу еще мягче, они, я не знаю, я не пробовал надевать женские колготки, но по ощущениям что-то такое, то есть ты не чувствуешь вообще, что на тебе надето, это вообще низковые движения, очень легкие, а главное, ты всегда сухой, потому что пятислойные, семислойные вейдерсы, они по определению не дышат, то есть там хоть гортекс, хоть шмартекс напиши, это не будет дышать по определению, мембрана сама по себе, она не усиливает дыхание, она защищает от проницания влаги, и позволяет испарению, но когда у вас семь слоев вот этой ткани, это не дышит в принципе, что-то туда не в шею, какую мембрану не вклеить, а вот эти вот двухтертьслойные вейдерсы, ну, вот выше всяческих попал, поэтому я стал фанатом, конечно же, они не такие износоустойчивые, я бы на Камчатке по зарослям шиповника не рекомендовал ходить, или ежевики, и в холодное время года, там на дальние расстояния, это не принципиально, дышать нечему, я бы все равно использовал Рео Гаегас, или же четвертый, но, кстати, хотел сказать, что вот фристоуны, говорят некоторые, но в отличие от фристоунов, которые сам Симс позиционирует как некий такие вот блудный сын, то есть это вообще-то не Симсон, он делается не от тех фабриках, и вообще это какая-то китайская подделка, и что это, да, это очень дешево, это тоже Симс, но это не Симс, так вот это полноценные нормальные вейдерсы в Патагонии, никто, Патагония не открещивается от этих вейдерсов, и несет за них ответственность, вот, и все черты, там, кармашки вот эти вот для телефонов, которые, кстати, я постоянно использую, они здесь присутствуют, все, сказал. Дальше я взял, были дожди, конечно, гроза жуткая была, но брать тяжелую куртку я не хотел, я хотел вообще уместиться вот в такой вот сумочке, я в ней уместился, и, кстати, она была у меня не полностью, да, забита, все очень компактно, очень легко, у меня весь вес был 14 килограмм, я в этом сам, ну, просит плюс рюкзачок, там, с каким-то фотоаппаратом, но 14 килограмм, включая сумку, какой тут перевес, ну, алкоголь там покупали уже, так что я еще взял, я взял жилет, который к рубашечке, вообще, я в футболке ловил, ну, фактически вот так вот, а в жилет, это жилет Патагония, который здесь уже, смотрите, здесь ССТ, за, вот здесь карманчик такой, ну, это вообще не весит ничего, и куртка, она такая же тончайшая, то есть сам материал, ну, вот он чуть ли на свет не просвечивает, очень тонкий, при этом, да, еще раз, он не может быть, как Кривер Солт куртка, или другие куртки, более такие мощные, она, наверное, где-то протрется через 3 сезона, но, в летнее время года, это просто, это просто подарок, да, дождь пошел, ты закрылся, дождь прошел, ты засунул обратно в, в этот карман, до следующего дождя, а под вейдерсы я надел, попробовал не шерсть в этот раз, если честно, у меня небольшое раздражение, особенно в жаркое время, когда холодно, шерсть отлично, но когда ты весь мокрый, потный, в толстых вейдерсах, еще шерстяное, это самое, все равно есть небольшое раздражение, если ты 8 часов, твои коленки и лодыжки, покрыты влажным потом, и укутаны шерстью, возникает все-таки раздражение, не у всех далеко, а я попробовал, Элькап, такие леггинсы от Патагония, они интересны тем, что такой рубчик изнутри, и по сути, у вас постоянно находится, знаете, как на сковородке для жарки стейков, прослойка воздуха, которая каким-то образом продувается, но они сами очень легкие, но и вода была 13-14 градусов, поэтому вейдерс и тормбилет, но этого достаточно, и ты не стоишь уж все время-то в воде, это вниз, ночью, а мы ловили, там на Ире интересно что, что днем сиеста, с часу до шести дня, ловить нельзя, ловишь ночью, меняя пулы, каждые два часа, соответственно, ночью я надевал, вот так, такую тоже, от Патагонии, но чтобы не брать и то, и другое, и шерсть, и синтетику, я взял просто комплект, синтетический, вот в такой же рубчик, хорошо очень дышащий, вверх, естественно, днем в 30 градусов ты не будешь в нем ловить, а вот ночью это идеально, а днем просто в футболке, кстати, удивительное дело, у нас почему-то такое количество комаров, на Кольском, и Гнуса, там, ну, комары даже были такие вежливые, они попросили разрешения испить кровушки, я кому-то разрешал, кому-то нет, но это было три комара, за ночь, вот, поэтому ловить футболки никаких проблем, ну, вот, так вот в двух словах я рассказал, что летом комплект может быть гораздо легче, то есть он несопоставимый, вейдерсы и куртка, они в три раза легче, чем мои обычные вейдерсы, для холодного времени года, и всем я вам советую, вот что-то такое, опять же, ради бога, бренда смотрите, любые, но, те, которые, тонкие вейдерсы, должны быть качественные, и куртки, потому что, если это какой-то дешевый бренд, и тонкая ткань, вероятность того, что это будет все дырявое, рваться, и так далее, и течь, очень высоко, поэтому я советую все-таки, когда вы берете тонкие вещи, такие вот изящные, то рассчитывать на все-таки более такие качественные, известные бренды, вот, и путешествуйте налегке, не парьтесь, не потейте, дышите свободно, и увидимся с вами на реке в следующий раз, пока.